В Ульяновске от имени президента семье Вадима Епифанова вручили высшую награду нашего отечества золотую звезду, героя Российской Федерации. Молодой человек был родом из Вишкаймы. С детства хотел связать свою жизнь с военным делом. Сначала закончил Суворовское училище, после Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. Во время выполнения боевого задания в зоне СВО Вадим Епифанов героически погиб. Были заполученный день, когда ценой собственной жизни он спас своих бойцов. Его поведение, его идеология не отличались от других дней. Не случилось того, что именно в этот миг все изменилось только за эти пару минут его героического подвига. Вадим всегда был смелым по духу, всегда был мужественным человеком, не сгибаемой волей. Человеком, который готов жертвовать собой ради родных, близких, ради очистительства и мира над головой. Вадим был героем всегда. Во время одного из заданий группа Епифанова попала в засаду. Противники превосходили в количестве. На предложение сдаться командир Вадим Епифанов ответил огнем. Ценой собственной жизни он спас товарищей и дал уйти своей группе. В ходе специальной военной операции Вадим Владимирович действовал решительно, мужественно, самоотверженно и погиб в смертельном бою, покрывая отход своих ребят. Это огромная потеря для родных и близких, для нас с вами и для всей России. Но подвиг гвардии капитана Епифанова навсегда останется в памяти страны, в наших сердцах, в истории нашего государства. Вечная ему память. Вадиму было всего 27 лет. После церемонии с близкими обсудили вопросы увековечивания памяти героя. Кирилл Савосин, Управда ТВ. Кирилл Савосин, Управда ТВ